Друзья, вы же понимаете, что жизнь штука не однобокая. Ну такое. Ну вот я тоже так считаю и решил замиксовать в этом видосе вообще все подряд. Что со мной происходило буквально вот недавно, а над чем-то я старался довольно долго. Короче, экспериментирую. Хочу ощущение свежести от уже давно приевшегося дела. Это фантамас. Мне кажется, сверло не по дереву. Да, сверло по металлу. Серьезно? А как вы определили? Я думал, что вот это по металлу. А, нет, нет, это по дереву. Так что да. Именно по дереву. Ну, блядь, нет, конечно. Он был сначала маленьким, наверное. Мне тоже фантамас первый в голову. Что же вы, блядь, фантазер-то такие? Как-то я шел вдоль помоечки и наткнулся на необычайно прямой и белоснежный лист фанеры. Он как будто сиял и привлекал мое внимание. Ну, дальше уже все понятно. Разметив его на ровные части, я понял, что намечается новая серия работ. В тот момент я даже не подозревал, во что это обернется. Что, охуево отклеиваются, что ли? Да сейчас посмотрим, проверим. Вот. Что это? Это высшее качество. Ага, понял? Вон аппаратик. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Мы не будем портить людям, чтобы они все-таки знали, что делать с шаратом. Куда ты, ёб твою мать, а? Вперед батьки, ёб просыпай. Хоть все работы я выполнял последовательно, складывается впечатление, что я делал их параллельно. Я не могу сказать, что я тут чего-то придумал. Образы приходили ко мне один за другим. Что-то всплыло из старых черновиков, а что-то пришло в голову прямо сейчас. И сказать по правде, форма здесь имеет второстепенное значение. В этой истории гораздо важнее цвет. Что, опять что ли? Ну что тебе не нравится? Отклеиваются. Какой у тебя псевдоним? Какой у тебя ник? Что тегаешь? Ничего. Позор. Нет, тут хочется. Отрабатывай леково. Давай отрабатывай. За меня. Блядь, да что ж такое, ты и здесь способ. Я не знаю, не могу остановиться. Я давно хотел придумать простой и незамысловатый способ оформления заднего фона. И мне кажется, я его нашел. Всегда что-то находил в хаотичных и естественных формах. А что может быть естественнее водички? Правда, без моего вмешательства тут не обошлось. Мне показалось, что я лучше знаю, куда ей стоит литься. Это может прозвучать довольно самонадеянно, но мне похуй. Я выбираю, что и как тут будет выглядеть. И рептилии у меня зеленые. Тут мы плавно переходим к значению цветов в этой серии. Я заметил, что со временем у меня сложились определенные ассоциации с каждым отдельно взятым цветом. Видите, она такая более оранжевая, то есть такая более огненная. Именно с этим расчетом я рисовал именно в такой палитре. Потому что огонь для меня является чем-то таким фундаментальным, чем-то важным и основным. И это была первая мысль и первая ассоциация с этим цветом, который мне тоже безумно нравится. Вот этот вот оранжевый такой прикольный. Да, но этот цвет у меня совсем уже с другими ощущениями ассоциируется. Салатовый цвет он такой более ловкий, более... Блять, вот не могу слово подобрать, но оно у меня на языке вертится. Что-то такое пластичное, резкое. Рептилия здорово, по-моему, ассоциируется с этими состояниями, которые я описываю. В общем, вы поняли. Да вот сложно сказать что-то словами, поэтому я пытаюсь как-то изобразить визуально это. Потому что сказать это одно, а почувствовать будет другое. Вот рисунок, мне кажется, хорошо справляется с этой задачей, передачей ощущений. Именно то, что я хочу сказать. Потому что ловкое, пластичное, резкое, это не совсем то. Блять, долбоёб. Она мокрая, кстати, ой, она белая почему? А чё она белая-то? В белом дерьме пока. В сантехнике я постоянно подклеиваюсь как-то рядом, как будто, блять, подрабатываю, знаешь. Небо ебанутое просто. Какая малюточка у меня здесь будет. Хлоп. Пошел вон. Я понимаю, что я снимаю просто ерунду, потому что это не передайте насколько это круто выглядит вживую. Я просто не могу прекратить снимать вот это всё дело. Ранее, ещё до этого видоса, я снимал в вертикалке каждой из работ. Но вот эту я оставил чисто для этого видоса. И здесь уже отсутствуют какие-то рельефные участки, как на прошлых картинках. Они просто лишние. Тут чисто гладенькая личика. И каноничный фончик объединяет их в единый триптих. Ну и третий элементарь, я думаю, он говорит сам за себя. Он такой более женственный. Красненький, розовый, такой нежный. Но при этом не до конца женственный. Я не хотел делать такую прям куклу-куклу. Вылизанную, такую рафинированную. Нет, мне вот на самом деле хотелось чего-то другого. Я считаю, что я с этим справился. Тем более, если вы увидите референс. Вот это интересно. Причём, обрати внимание. Это аккуратнейший трафарет. Крестиками. Что ты хочешь делать? Пакость. Ну либо украсить. У тебя этот оторвался, колпачок. Ну нельзя такой клеить. Пости сердце защемил. Я надеюсь в этот момент. Видишь? Ты не нервничай. А я не могу его отклеить просто потому что. Мне вот так вот сделают тогда. А вот не надо экономить формат на спам, бля. Ну так вот. Серия из трёх панно выполнена. Что дальше? По плану продемонстрировать её всему честному народу. Фидбэк от публики это важная часть всего творческого действия. Ну чё тут греха таить. На мой взгляд это нормально. Я бы даже больше сказал. Необходимо. Отличный способ обзавестись мотивацией для следующих свершений. О, мост. Мост. Да нет, мост. Тик. Я уже сто лет не упоминал о том, что у меня есть группа ВК. Где можно опубликовать своё творчество. Закидывайте в предложку фото своих работ и я опубликую те, которые мне понравились. Сразу говорю не все, так что имеет смысл постараться. Здесь-то вас и ждёт и адекватная критика и лайчата. Всё по заслугам. Так что для тех, кто в теме, ссылочка в описании. Кстати, стикерочки, которые я подклеиваю в течение всего ролика, можно заказать там же. Ну ты сниму, сниму уже быстро. Я любовный этот проводник, смотри. В центре наклеил. Смотри, как красиво, Дань. Да. Так вот, я не устаю говорить о том, что вживую работы выглядят совсем иначе. Фотография очень многого не передаёт. Ту энергию, которую я вложил в эти изделия, можно почувствовать только столкнувшись с ними лицом к лицу. И у вас будет такая возможность. Четвёртого и пятого ноября в Москве пройдёт фестиваль, посвящённый современному уличному искусству «Мостик», где я и представлю эти поножки. Там чувак упал. У него идея. Типа вот, Лён. У него идея хуйня. Настолько, Лён, привержнет своего дела, что он, типа… Лён, это не круто. Всем привет. Также в честь этого события я выпустил вот такой вот лимитированный стикерпак. Специально под ивент. Так что, если встретите меня там, то смело спрашивайте экземпляр. С удовольствием поделюсь им с вами. Подозреваю, мало кто знает, что в прошлый раз мы проводили стрим прямо с места событий. Правда, мы забыли об этом нормально анонсировать, поэтому онлайн был, скажем прямо, не совсем большой. Досадно, ведь там было очень много интересных интервьюшек. И не только. Короче, в этот раз мы решили повторить. Прямой эфир пройдёт на официальном ютуб канале «Мостик». Это, кстати, очередной повод после просмотра спуститься в описание и подписаться, дабы не пропустить. Один день ушёл на подготовку, на следующий уже стрим. И чтобы не мотаться туда-сюда, было решено снять хату неподалёку. Это, конечно, была ещё та дичь. Вследствие чего я проебал свой пиздатый бомбер и бумажник. Дисней. Волд Дисней. Просто дай маркер. Дай мне чёрный маркер нахуй, я нарисую сейчас, начну, а вы продолжите. Да ладно, не переживай. Если я испорчу, вы исправите. На то вы и профессионалы. Пожалуйста. Давай, ну ты чё? Это твой зал? Наш. Всё. Наш, поебай, вообще. Ты сотку пожмёшь? Короче, сотку я не пожму. В жизни вся. Хоп. Хоп. Ладно. Блин, ёпта, блядь. Бля, воняет ты, походу мои тоже воняют. Твои воняют. Ты хочешь молоко? С молоком, блядь? Ну, обычно, молоке кашу варят, да. Ну, кастрюли, блядь, с тараканами свина. Вон, зелёненький. Тех, как потыгал, заебашил всю остановку, говорят, зелёненький. Нет, зелёненький. Зелёненький. Короче, приезжаешь рано мостик, как всегда, да? Фрол такой, говорит. О, Бумен, здорово. А где таблички? Я говорю, так вот же я привёз всё. Нет, говорит, нет, а где большие таблички? Какие большие таблички? Оказывается, вот, блядь, забыли большие таблички напечатать. Сейчас мы зайдём, покажем. Ай-яй-яй. Да, поэтому я всё равно... Сегодня с утра, ладно, я их печатал, клеил. Вот такие вот таблички. Какой ты молодец. Сколько денег заработал? Сколько зарабатываешь? Ну, убыток, так сказать. Ноль убыток? Если снять, всё, и чуть-чуть пройтись, видно, что я в минусе. Это, так сказать, намёк моим координаторам насчёт гонорара. Я в минусе. Чё спит на это? Это такой небольшой доказатель. Ты прибедняешься. Да ну посмотри, посмотри на инстаграм. Чего? Какого Фроуа мы ещё не видели, блядь? Ну пойдёмте следить за них. Как говорится, подписывайтесь на благ.эстер. Инстаграм. Наш бренд одежды. Мы скоро будем всех разъёбывать. Лерой, ты чё тут? Я ебала всё, блядь. Вместе. На камеру, на камеру. Да, я ебала, блядь, всё вместе. Мостик, мостик немножко. Фроу, какой тебе день больше всего понравился? Разъёб, разъёб. Фроу, 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 какой тебе день больше всего понравился? Понедельник. А чё, нормальный день был? Вообще лёгкий, рифовал, в комп играл. Бля, удали это. Это поменять? Нет, нет, нет. Туда уже никак не попасть, да? Здравствуйте. Блядь. А что вы делаете? Блядь щас. Вы баф, дэдди. А? Баф, дэдди. Нет. А, вы граффити удаляете? Ну да, мы здесь работаем. Братан, ты баф, дэдди. Это что здесь за палка такая чудесная? Это Иисусия палка? Нет, это наконечник. Ааа, нихуя у него, смотри, лезвие стало. Это true баф, дэдди. Да, это лезвие, да. Братан, я без суть, мы просто ответили полигарно. Спасоль? Ну всё, на каких конечках. Мы когда к тебе ехали, мы угорали над тем, что, короче, ну баф, ну типа баф. И кто его удаляет? Типа это, ну типа папа бафа, это баф, дэдди.